И снова здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин и сегодня я покажу вам как делать плавный переход от одной фотографии к другой. Я взял для примера результат одного из своих уроков и здесь мы видим плавный переход от рисунка к фотографии. То есть от верхнего к слою, к нижнему. Я покажу как это делается. Сначала создаем слой маску. Потом выбираем основной цвет черным берем инструмент градиент выбираем второй градиент который от основного к прозрачному и проводим линию где мы хотим построить градиент. Напоминаю находимся на слое маски. Например мы хотим чтобы от черного к прозрачному у нас шло по середине и по вертикали. Проводим. Смотрите. Вот у нас возник градиент. Соответственно где черный цвет там наш слой не показан. Виден нижний слой. Где белый цвет у маски там наш слой виден. Чем короче вы провели градиент тем жестче у вас будет переход. переход. Чем длиннее вы сделали градиент тем переход у вас плавнее. Обратите внимание чтобы у вас градиент был ровным например вертикальным или горизонтальным удерживайте клавишу shift. Тогда даже если вы вдруг сдвинули курсор у вас все равно градиент будет идти ровно. С этим надеюсь все понятно. Теперь сделаем панораму. Для того чтобы создать панораму нам нужно подряд выставить эти времена суток. Утро, день, вечер, ночь. Изменим размер холста чтобы все эти четыре картинки влезли у нас в одну линию. Ctrl-A C Ставим точку отчета слева. Выбираем проценты. Говорим 400 процентов. У нас же четыре картинки. Хотя этого может быть много потому что у нас они будут пересекаться накладываться друг на друга. Так. Я потом хочу сделать кольцевую панораму то есть чтобы она замыкалась сама на себя. Поэтому первые и последние кадры должны совпадать. Я возьму для этого ночь сдублирую ее Ctrl-J Поставлю в самый верх то есть он будет начинаться с ночи и заканчиваться ночью. Теперь мы их будем расставлять но каждая следующая картинка будет накладываться на другом. Чтобы было видно это наложение я сделаю картинки полупрозрачными. То есть где-то на 70-80 процентов. И теперь начинаю их расставлять. Первый у нас остается на месте. Переходу ко второй. Выбираю инструмент перемещения двигаю ее. Если я хочу ровно ее двигать то зажимаю Shift. И он тогда ровно двигается. Пересечение делаю где-то на 1 четвертую. Перехожу на следующий слой. Также с Shift на 1 четвертую. Следующий. И последний. Хорошо. Теперь начинаем делать плавный переход. Для этого верхнему слою создаем слой маску. Выбираем наш инструмент градиент. От черного к прозрачному. И с края картинки до конца пересечения удерживая клавишу Shift проводим линию. Переходим на нижнюю. Делаем то же самое. Слой маска. С края картинки до конца пересечения. Повторяем на всех остальных. Последнюю нам не с кем объединять. Поэтому не трогаем. Возвращаем непрозрачность слоя на 100%. И видим вот наши плавные переходы. Видите, да? Ночь, утро, день, вечер и опять ночь. Сутки. Давайте сделаем из этого тогда анимацию. Она у нас практически готова. Значит, кадр у нас будет квадратным. Опять вызываю размер холста. Ставлю пиксели 768 по высоте. Значит и по ширине сделаем 768. Объединяю все слои в группу. Так будет удобнее. Инструментом перемещения удерживая шифр, чтобы ровно двигалось. Идем к первому кадру. Причем я его уравняю вот по концу выступа этого облачка. Чтобы последний кадр тоже так же сделать. Так. Создаем наш первый кадр. Шкала времени. Создать анимацию. Сразу говорим задержку в 2 секунды. Делаем второй кадр. И опять же удерживая шифт двигаем нашу панораму до конца последнего кадра. Опять же до конца выступа этого облачка. То есть с чего начали, тем и закончили. Теперь между этими двумя кадрами делаем несколько кадров. 10 я думаю будет достаточно. Вот смотрите. Проверим нашу анимацию. Вместо однократного проигрывания поставим постоянно. Нажимаем play. Ага. Видите задержка. То есть у нас 2 одинаковых кадра в начале и в конце. Один нужно убрать. Уберем последний. Проверяем. Утро, день, вечер, ночь. Утро, день, вечер, ночь. Вроде красиво, но кажется немножко пустовато. Да? А теперь давайте подумаем, что мы можем сюда еще добавить. Что-нибудь поставим, что у нас стоит круглосуточно. Не знаю у кого как, а я подумал, что памятнику здесь самое место. Итак. Я перешел в поисковик, набрал памятник и мне понравился памятник Петру Первому. Почему бы и нет? Копируем его. Вставляем. Чуть-чуть двигаем. Вот так нормально. И убираем отсюда фон. Кто не помнит, есть урок. Так и называется. Убираем фон. Итак, сделали выделение этого фона. Удалили его. Убрали выделение. Ctrl D. И теперь смотрим. Ну вот. Кажется, у картинки появился смысл. Вечный памятник. Дни идут за днями, недели за неделями и так далее. Мементо море, как говорили древние. Но мы об этом не будем помнить. Мы будем помнить о том, как делать плавный переход из картинки в картинку. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok